Я перечитал сообщение от своей девушки. Если в первый раз оно вызвало смутную тревогу, то, вникая внимательней, я почувствовал мороз по коже. Что-то не так. Я довольно ветреный человек. Влюбчивый, но непостоянный. Идея семьи маячит размытым образом где-то на периферии моих интересов. Вроде бы не принципиальная одиночка, но не женился к 35 годам. Тем не менее, мне казалось, что с каждым прожитым годом я всё ближе к женитьбе. Ведь каждая моя новая девушка была лучше предыдущей. Я не понимал, как так получается. Но выбрав новую пассию, я изумлялся. Она будто учитывала промахи предыдущей возлюбленной. Так было с самого начала. Первые серьёзные отношения у меня завязали с Дашей. Она была моим идеалом женской привлекательности. Трогательные синие глаза в сочетании с аппетитной фигурой и ногами от ушей. Я тогда был студентом-первокурсником и даже не надеялся на ответный интерес прекрасной незнакомки в кафе. Но она ответила, и у нас завязался роман. Правда, он быстро закончился. Примерно через два месяца я уже скучал в обществе красивой, но глуповатой девушки. И книг она не читает, и новости не смотрит. Да и вкусы мои немного поменялись. Мне уже казалось, что Даши не мешало бы малость похудеть. Как только я расстался с Дашей, в моей жизни тут же возникла Лена. Сама подошла ко мне знакомиться на какой-то студенческой вечеринке. Талия у неё была, как у осы. В стройном теле обнаружилась также любознательность. Она с удовольствием читала моих любимых авторов и следила за политической обстановкой. Через год я почувствовал тягостную пустоту и бросил её. Лене не хватало какой-то изюминки, чтобы покорить меня окончательно. Некой чертовщинки. Харизмы. Следом появилась начинающая актриса Таня, в которой этого было с избытком. Таня задержалась в моей жизни дольше. Но я устал от её экспрессии. Сменившая Таню Вика умела быть спокойной и уравновешенной, когда я был не настроен на театральные страсти. После Вики была Катя. А потом Аня. И вот, наконец, я встретил Настю. Она была идеальна во всех отношениях. Будто её создали специально по моему рецепту. Красивые черты лица. Синие глаза. Мне всю жизнь такие нравились. Стройная, невысокая. Любит ту же музыку, фильмы и ту же кухню, что и я. В меру импульсивная, неглупая, заботливая. Словно все мои запросы были учтены в одной женщине. Я серьёзно задумался над тем, чтобы сделать ей предложение. А почему нет? Мне 35. И большинство моих друзей уже обзавели семьями. Настя же казалась лучшей претенденткой на роль моей жены. Кажется, я даже любил её. Решение это далось мне не сразу. Признаюсь, я довольно долго тянул. Настя не давила на меня. Но я чувствовал, что она уже устала ждать. Причём раздражение её росло. Мы даже поссорились. По какому-то мелкому надуманному поводу. Но я понимал, что на самом деле её беспокоит. Наконец я купил для неё кольцо. Сразу после нашей ссоры. Я вертел коробочку в руках, сидя у себя на кухне. Думал, что вручу его своей девушке. Попрошу стать моей женой. Она согласится. И эта первая наша размолвка станет последней. От размышлений меня отвлёк телефон. От Насте пришло сообщение. Как мне это надоело. Я годами делаю всё, чтобы тебе нравится. Но этого всё равно не хватает. Чего ещё ты хочешь? Я сразу как-то напрягся. Что-то подобное говорили мои бывшие. И мне стало неприятно от странного ощущения. Словно все они мне сейчас написали. Я перечитал сообщение. И неясный страх охватил меня от одного слова. Годами. Мы с Настей вместе пару лет. Вернее, в следующем месяце будет два года. Разве уместно про такой срок говорить, я годами делаю? Я взял коробочку с кольцом. Сел в машину и поехал к ней. Не знаю, что двигало мной сильнее. Желание сделать сюрприз и помириться. Или нагрянуть без предупреждения и уличить её. В чём? Я сам пока не понимал. У меня были ключи от её квартиры. Я даже не знал точно, дома ли она. Когда осторожно, как вор, открывал дверь. По шуму воды из ванной, я понял, что она дома и принимает душ. Она не подозревала о моём приходе. Я решил пока расположиться в спальне и подождать её там. Приоткрытый ящик стола сразу привлёк моё внимание. Наверное, какой-то тайник с секретами. О чём намекал торчащий ключ. Но ведь Настя не предполагала, что кто-то придёт. И небрежно оставила его незапертым. В другой раз я бы так не сделал. Но это странное сообщение и смутное дурное предчувствие заставили меня поступить некрасиво. Я залез в ящик и выводил оттуда какую-то папку. Первый же файл заставил мой лоб покрыться испаренной. Там был лист формата А4, испрещённый сумбурными записями. И старое фото. Записи были неразборчивыми. Но кое-что я прочитал. Например, собственное имя. Обведённое чернилами в жирное сердечко. А ещё что-то вроде... Мой. Всё равно будет моим. Любит длинноногих. Синие глаза. Фото же было мне знакомо. Наш класс 5-й Б. Моя детская физиономия обведена теми же чернилами. И соединена линией с одной девочкой. Моей одноклассницей. О существовании, которое я уже давно забыл. Серая мышка. Тихоня и дурнушка Света. Дрожащими руками я открыл следующий файл. Это было ещё ужасней. Там было про Дашу. Мою первую любовь. Света равно Даша. А вот как был озаглавлен новый листок. Дальше шёл список качеств, которые я считал когда-то привлекательными. Внизу был рисунок. Что-то вроде выкройки идеальной женщины. Я листал дальше. Следующий проект под названием «Лена» был расписан уже на два листа. В него входили и схематичная модель точёного стройного тела. И список, обязательный к прочтению литературы. Все мои девушки были здесь. Расчётливо и цинично. Их личности были вписаны в несколько листов крупным корявым почерком. А перед глазами у меня всё чётливее выступал образ забытой одноклассницы Светы. Странная Света. Вот как её называли. Молчаливая и угрюмая. Никто с ней не общался. Считали, что она немного ненормальная. Я и сам так считал. Иногда ловил на себе её взгляд. Я отворачивался. Она определённо положила на меня глаз, когда мы учили в школе. Мог ли я подумать? Света равно Даша. А ещё она же Лена. Она же Таня. Вика. Катя. Настя. Похоже, что всю жизнь я имел дело с одной единственной женщиной в разных обличиях. Но как такое возможно? Непослушными пальцами я нашарил в ящике стола ещё какие-то предметы. Склянка с бирюзовой жидкостью. Так похожая на любимый мой оттенок женских глаз. Ещё какие-то баночки с красящими веществами. Я открыл одно и поморщился. Запах был едким. Там были разные острые инструменты, какими работают с глиной. Я боялся представить, зачем всё это нужно Насте. То и Свете. Шум воды затих. Я замер, когда услышал, как дверь в ванной открылась, и моя девушка прошлёпала мокрыми босыми ногами куда-то на кухню. Она что-то напевала, не позревая о моём присутствии. Погремела посудой. Задержалась немного. И пошла в спальню. Я втянул голову в плечи, когда дверь за моей спиной открылась. Я ожидал чего угодно, когда оборачивался. Но всё равно оказался не готов. В проёме двери стояло существо из фильма ужасов. У него не было лица. Белоснежный махровый халат и полотенце вокруг головы почти сливались с такой же светлой кожей. Ни глаз, ни рта. Словно это кукольная заготовка, которой ещё только предстоит стать подобием человека. «Что ты тут делаешь?» Испуганно спросило существо. И то место, где должен быть рот, страна задвигалась, напоминая сырую глину. Я в ужасе заорал. А существо сплеснуло руками и кинулось к своему секретному ящику. Я скачал, слушая, как оно причитает. «Зачем полез, куда не просят? Почему не предупредил, что придёшь?» «Ой, я не накрасилась!» «Но чего ты так смотришь на меня?» Женщина без лица в отчаянии заломила руки и вперила в меня белые подобия глаз без зрачков. «Ну да, это я. Но дай мне пять минут, и я буду такой, какой хочешь!» Я попятился к выходу. А она двинулась ко мне, прося ей плача. «Не уходи! Я всё объясню! Но ведь для тебя же старалась! Брала только те черты, которые тебе нравятся! И красила, и резала!» Я выбежал в коридор, судорожно дёргая входную дверь. А моя несостоявшаяся невеста уже истерично и злобно орала. «Ну и что, что не человек? Зато я как глина! Какой захочешь, такой и буду! Где ты ещё такую найдёшь?» Я выбежал в подъезд. Она всё кричала мне вслед. «Не уходи, дурак! Я лучше всех тебя знаю! С самого детства! Мы идеальная пара!» Я сел в машину и рванул с места, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Коробочка с кольцом осталась на том столе у Насти. То и Светы. И как я теперь разберусь, что следующая моя девушка – это не она? Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...